Девушки отдыхают Да вытаскивайте ее просто Мы согнулись над Катей и рванули ее за локоть Внизу заработала спираль Спираль медленно, но с каждым витком набирала скорость Раздался хруст Так костер поедает хорост Давай, давай, ну блин У меня мышка громко Катя взывала сквозь кряп Но мясорубка не отпускала Мясорубка пыталась Я закричал и увидел, как лезвие Наматывает на себя лохмотья Сплюснутых ног Ноги Кати теперь напоминали искалеченные колготки Кости прокручивали кожу И торчали словно сучки В багровом сиропе плавала белая Я ты ну Катю на себя Ну чувствовал, что проигрываю Нет, 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 нет Лезвие подбирало таз Господи Катя была на одной безумной ноте Глаза вылезли из орбит И белки стали красными от ломнувших сосудов Лезвия дошли до живота Легко выгребли из плоти сили Так Оля наматывала спагетти на вилку Вон внутренность распространилась по гаражу Я больше не пытался помочь Кате Кате, это в этом не было смысла Голова девочки свободно болтались Мутные глаза смотрели в пустоту Мясорубка перегрызала ребла И поглотила едва формывшуюся грудь От кровяного давления лицо Кати потемнело Алые струнки стечились из глаз и ушей Катя умерла, но механизм продолжала работу Волосы попали в лезвие И скатились скроченными хлопьями Отделяясь от черепа Кожа лица съехала вниз Гримаса смерти заставила меня шатнуться И я ощутил руки на своем теле И решил, что сейчас мне Швырнут мясорубку в качестве десерта Что я смешаюсь в единый фарш с Катей Но это Рома тащил меня прочь Из металлического хобота механизма Шлепаясь в поддон Толстая коробка Колбасная кровянка С застоявшими полцами и костями Делали все, что могли Надо убираться отсюда Клубника Боже Писокс Так, я хочу кое-что попробовать, ребята Сейчас мне нужно сохраниться еще раз Я попробую ее спасти еще раз Я сейчас буду очень громко клипкать Так что ушки прикрываем Я хочу попробовать Это невозможно, да? Давай, супчик Нет, невозможно Даже супер клики не помогут здесь Это капец Кстати, новая мышка Бедная мышка Я взял горсть снега И запихнул себе в рот Пожевал рыхлую субстанцию Ромка стоял на коленях Утирая лицо снегом Я отползал в чудовищные мясорубки Цепляясь ногтями за лед Кашлял, точно пытаясь Отхаркнуть воспоминания об увиденном Но я знал, что никогда не забуду Ни запаха, ни звук ломающихся костей Ни предсмертной агонии Кати Ромка пополз ко мне на четвереньках И на секунду решил, что он потерял Рассудок от ужаса Да я бы сам потерял там рассудок от ужаса И теперь как дикий звереныш Пригрызет мне глотку Но он взял меня за куртку И принялся снегом Отирать красные капли с рукав Что ты делаешь? Улики надо убрать Никто не должен узнать Да, это правда Нас посадят скорее, чем... В чем ты? Нас посадят, а не тебя А не маньяка Никакой милиции, слышишь? Ты придурочный! Хотя да, ты прав, правда Вообще на самом деле Сейчас наоборот Была бы лучшая ситуация Пойти Рассказать, что произошло с Катькой Рассказать, что вы нашли И таким образом Во-первых, вы очиститесь Типа Ну типа Вот смотри У тебя пруф в том, что ты в ее крови Как бы типа Да, ты в ее крови Но ты же не мог похитить Ты ребенок, твою мать Ты думаешь Два ребенка смогут Спокойно похитить Целого человека? Нет Поэтому мне кажется Лучший вариант Наоборот Сходить к милиции Да, у Ромки Преступное прошлое Но у Антона-то его нету Типа Антон переехал Он нормальный чел Ничего не было плохого И тут Ни с того, ни с сего, да? Мне кажется Это Варик На самом деле было Катю по частям Мы не соберем А я не хочу Сесть в тюрьму Как мой батя Так свали ты Скажи Скажу, что я сам был там Но ты говорил Говорил, говорил Он метнул Ни на видящий взгляд В гараж Я включил мясорубку Нечаянно Попробуй докажи Скажем, что она включилась сама Что там был какой-то таймер Или что-то типа Им только и надо Чтоб на кого-то Повесить убийство Ну на самом деле Мы могли бы сказать Что мы пришли Она и вовсе работала Что мы пришли Она уже запускалась И мы не успели Ничего сделать За решетку пойду А маньяк будет Разгуливать на свободе Блять Жизнь ведь Только начала Налаживаться Но мы не можем Просто так Можем Поклянись Что никому не скажешь Ты дурак? А иначе он не произнес Ну это читалось Его сло В его тоне Я кстати не знаю Сколько я уже записываю Я молча думал О кровавом бульоне Идущимся из машины Рома был прав Даже если Тихонов Поверит нам Гараж к тому времени Может исчезнуть Чудесным образом Перенестись на другую поляну Другой части Этого чертового леса Пожалуйста Хеха Ромчик Я сам уже Нихрена не знаю Кто-то должен Защищать Полину Ты факт Не Ну здесь факт Конечно С тобой Тоже Но блин Не Безопаснее было бы Спарить конечно Но я не знаю Как Тихонов Реально сработает Если Тихонов реально скажет Типа О пацаны Все Мне на вас нужно все спихнуть Тогда да Тогда в принципе по факту Если типа Тихонов мудак А если он нормальный мужик То он вообще-то должен будет расследовать И серьезно Вы думаете Два ребенка Просто так взяли Завалили одну девочку И пошли ее Закинули в мясорубку Просто по приколу Да Хотя на самом деле На Семена Еще есть объяснение Но мальчик Но ребенок пропал До того Как появился Этот Антон А если До Антона пропал Ребенок Значит Антон тут Не причастен И Юлю Ой Олю Подумал я Медленно киваю Слушайте А если вообще-то Раскроем То вам еще хуже Будет В косах Типа Если вдруг Хоть какая-то Улика всплывет Бяша там Скажет Что мы сюда пришли Там Капля крови Лишняя найдется То сюда Приедет полиция И знаете Что она с вами Сделает То вот как раз Таки за Сокрытие Улик Могут и Посадить Я боялся Что не держу Слово Что мама Прочет все На моем лице Увидит Не стертая Капли крови Унюхает Запах Ир Я раскалюсь Просто упаду Перед ней На полу И буду рыдать От страха За себя И за родных Я еще не знал Что ждет меня В месте Которые я По ошибке Называл Домом Входная дверь Была открыта И чутка Подкачивалась От ветра Мне показалось Что и не покрывает Мою кожу Я стиснул Кулаки Мрак Просочившийся В пригожую А с ним Медленно Планируя На ковер Летели снежинки Будто Стая падальщиков Почувствующих Добычу Я вообразил Три мясорубки В разных частях Дома И трех близких Людей Перевалываем Их лезвиями Осторожно Перешагнул порог Вдруг услышал Как кто-то Говорит на кухне Но это был Вовсе не радиоприемник А это был Всего лишь радиоприемник Циклон Который мы предупреждали Движаться к региону Завтра Синоптики Обещают ветер С порывами До 15 метров Ветров МЧС призывало жителей Нихрена Полное погружение Тут заговорили Про Погоду хреновую У меня за окном Гремит теперь Спасибо Ветер гремит сильно Ух Надеюсь вы не будете Это услышать на видео Хотя Я по идее Это все вырежу Кстати я хоть таймер То поставил А я не поставил таймер Вы прикиньте снова Ну так ладно Еще пару минут Скинем Но скажем Что еще 15 минут Снимать надо МЧС призвала жителей Соблюдать меры Предосторожности Дороги перекрыты Холодная воздушная масса Арктического Происхождения Несет с собой Буран Сверху тоже Доносились голоса Впервые Звуки ссоры Подействовали Успокаивающе Раскрипели Протяженные ступеньки Я сделал шаг А сердце За это время Успевало ударить По 5-6 раз Дверь родительской комнаты Была отворена В пятне света Выступал Театр теней Черные силуэты Исполняли Танец ненависти Мамины кисти Взметались К потолку Когда они Шипели На отца А он нависал Скрестив руки На широкой груди Какой опасности А этот Походу кредитер А что у него с пальцем У него пальца не хватает Раз, два, три Подожди Подожди А нет Это все в порядке Хотя у него какие-то Посмотри как нарисованы Странные пальцы Ладно Я читала в газетах На что способны Твои дружки Я побежал к спальне Родители снова ссорились Выясняли отношения Сыпали взаимными Обвинениями Отец низко По зверинам Зарычал Пусть они прекратят Олечка Иди сюда Маленькая Она стояла Оля стояла В коридоре Прижав ладошки К ушкам Вот и божечки Такой Кстати за этот год Настолько все изменилось Что Теперь я испытываю Колю по-настоящему Я понимаю Как относится Антон к Коле Потому что у меня Сама ваша младшая сестра Тоже такая маленькая Господи Так Я догнал видение В котором Сестру поглощали Лезвие мясорубки О дождь начался У меня малые на улице Ух страшно Надеюсь они вернутся сейчас Опухшая от слез личика Заставила меня Поохладеть И почти вытолкнула Из мыслей Кровавый образ Кати Что случилось? Они разведутся! Ну по факту Так и будет Если Там типа два варианта Либо они решат Какие-то проблемы Эти с кредитерами Либо они разведутся И я думаю Что скорее всего Второй вариант Ну типа Давайте реалистами Это вряд ли Они смогут решить Ни хрена Что ударило? Что-то мне по окну Ударило Ладно Наверное на видео Этого не будет слышно Потому что я фильтр добавлю Я обнял сестру И прижал к себе У меня что-то такое За окном так? Это просто обычный дождь Но так крипово Язык отказывался Повиноваться Искать утешение Крики будто звучали Сразу отовсюду И справа И слева И снизу Били по макушке Ругань передала нам Нам на голову И мы Падала нам на голову И мы прикрывали их руками Как сыпящиеся от бомбежки Беженцы Интересно Куда? В лес? Ага Ты обещал Я осторожно Отнял ее руки от ушей И повел мимо Вибрирующейся яростью Спалнини родителей Из-за тебя Ради кого? Только тебя На самом деле Никогда в жизни В эти минуты Я презирал их сильнее Чем они презирали друг друга На самом деле Можно было в один из вариков Сделать Зайти в комнату Постучать и сказать Вы Этот Потише Потише, ребят Вы че орете? Решайте ссоры Но не вредите Малой По крайней мере Я сомневаюсь Что они ненавидят Своих детей И по крайней мере Таким образом Можно было бы Хоть немного успокоить Я не говорю Что это их успокоит полноценно И они перестанут ссориться Типа такие Оу Ну тут дети же Мы не перестанут Это они не перестанут ссориться Но Это сбавит градус немножко Или Перенесет немножко ссору На чуть-чуть Так чтобы Оля не слышала В комнате Я заперся На шпингалет И прислонился к дверям Колени подгибались Что у тебя не было так долго? Я пытался помочь одной девочке Ты помог ей? Не думаю Что-то стукнуло О карниз снаружи Оля вздрегнула И бросилась взглядом на окно Бам! Снежок повторно Сошлепнул в раму Ты ждешь кого-то? Неа! Я не ответил Отпустил ее запястье Но схлипнуло испуганно Я прошел по комнате Мощь от каждого Редицкого вскрика Билась посуда Мама с папой Переместились на кухню Олька Ой Смотри Я отделнул штору И рывком распахнул окно Совушка Медвежонок Волчонок И конечно же Пленительная Алиса Все были с Борей И махали нам снизу Оля ойкнула Завидев девочку-птицу Я же говорила! Да, знаю Я тебе всегда верил Кто они? Они наши друзья Помимо страха В голосе звучало любопытство Но они По крайней мере Я не видел Чтобы они были реально плохими А как вы выйдете Мимо родителей Они на кухне А кухня у вас рядом с выходом Давайте только не вообще игры играть А то у меня лапка болит По чуть-чуть И потом отдохнем Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! При виде Алиса Сердце забилось сильнее А внутренний голос буквально кричал Наконец-то она здесь! Они знают как попасть в небыляндию? Неа Я прикидывая Глянул на зверя Может быть Пойдем и узнаем Фигурка лесных друзей Обещали избавить от горя Кнева и ужасов ночи Так, пришлось прикрыть окошечко Да, начался Дождь хороший такой Я проследил, чтобы Оля Закуталась потеплее Мама лаяла на отца Отрывисто, как дикое животное Из передачи Николая Дроздова Прикольная шапочка Николай Дроздов Советский и российский ученый Зоолог Путешественник Популяризатор науки Ведущий телепередачи Мире животных Обладает Заразительным оптимизмом И трогательными отношениями Ко всем животным Мы Просеменили Мимо Гремящей кухни И Вскользнули под снегопад Опа Ко мне тут же подбежала Алиса И обняла меня Уткнувшись холодным носом в шею Как же долго Пока мы вас домоседов ждали Тут чуть не состарились Интересно, какую маску дадут Оле Типа у нас же заяц А Какая будет маска у Оле Я потому что уверен, что у нее будет маска А кто она? Она прижалась еще сильнее Оказывается, ждать так утомительно Не может ли бы Да ладно Дайте хоть минуточку в себя прийти Я вот не понял Мне кажется, что эти дети и есть жертвы маньяка Но Че тебе приходи в себя-то? Однажды Я тоже долго собиралась А когда закончила То и вовсе забыла куда Настолько долго? Нифига себе Оля смотрела на Сау с подозрением Но хихикнула Когда-то вдруг Перекувыркнулась через себя И лихо встала на снег Даже не пошатнувшись Остальные звери Как по команде Перестали дурачиться И тоже завороженно посмотрели на Олю Это же та девочка Что не хотела со мной дружить Ну конечно, я пугала Меня зовут Оля Ну и какая она хорошая Раньше я Ну Я просто тебя боялась Какой-то ребенок не золото Тебя испугала наша совушка? Ага, совушка Может быть у нее совофобия? Реально А это лечится? Возможно, кстати Возможно лечится Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- мысли девочка лисичка дрожала свои объятия присела рядом с олей во 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 алиса со мной согласна видите а я говорил что ты много сохраняться стала я это skyrim sky привычка блин потому что ему могут навредить мне страшно за нее я покатился на дом опасаясь что родители могут заметить нас и как всегда испортить все веселье и сказала мне все страны отойдем подальше чую такой там есть глаза стрянки округлились не верим не верь не верь алиса учить тебя хрени пойдешь посылка тропинке найдешь только не деда мороза а страшного дядю алиса наклонилась и вынур вынула снега конфету оля сплеснула ладошками пострела на меня вопросительно я кем сестра захрустела конфетой дед мороз неужели катя стала деда мороза но это же что у нее хвост есть я этого не знал алиса кинуть прочь и вильнув рыжим хвостом точно факелом с каких пор не хвост есть и не видел раньше его тоже а он ходит я думал и левитирует сова оля инстинктина двинулась за ней и смеялась вынув из сугроба вторую конфету такие бодрые на ваша смотри против но это семён который пропал по-любому скажешь мне на голову свалится три кило конфет реально но ты лиса конечно ну блин это же это лиса чел разные вещи когда сладости стали падать на макушку медведя я сам не держался от смеха так забавно уной к вытягивая шею вот только не три кило то получилось меньше угощение перевалились на стенгу медведь чихнул и достал из уха мишки на севере не больше кто тут и килограмма нет чел меньше со стороны леса донесся крика лисы я тоже пожал плечами и побежал потому что отбега злые тиски тиски страха ослабевали ой что-то круглое прилетело возле моего виска и решил что это снежок но оля вскликнул потому что они есть в отличие тебя ты на самом деле воображение антоны антон рассказывать все не были циоли оля верит ему на слово и происходит а потом умерла да спасибо я им не верю уже мне нравятся эти персонажи но я понимаю что они настоящие не либо галлюцинации либо уже мертвые дети стройные сосны великаны встречали нас шорохом своих лап снег снова свалился снизу вверх бесконечное черное небо сугробы полыхали точно расплавляя серебро я старался не упускать из виду олю но это было довольно сложно сестра то кидалась за кусты подбирая все новые конфеты то смеялась выпрыгивала на тропинку совушка пронеслась на даме села на ветку и за ух коломотая головой волчек скопал морда снег вытянул горсть жевачек и проглотил не снимая оберток волк испугнался и выплюнул жевачный ком попробуешь сожри полиэтилена кусок алиса стала как копаная и важно это двинуло полок приплетенных веток так в театре открывали занавес за преграды была поляна в ней серебристый дворец из-за льда лампочка странная как в том гараже щипнуть щипнул таймер зазвенел мы смотрели на сверкающее чудо бешки и стены были выложены снежного льда ледяного мрамора нифига себе где-то ласково занял колокольчик а счетливо пахло шоколадным и жженым сахаром ничего себе у вас шалаш у него реально хвост есть а до этого его по моему не было мне реально его раньше не было дважды приглашать не пришлось мы вошли в замок вертясь и жмурясь от слепящих искр дед мороз сидел на сверкающем троне пушистые помпоны покачивались на сдвоение шапки белоснежная борода скрывала спокойную улыбку да ладно он был таким как я его себе в за воображал давным давно когда еще верил в мамины сказки высоким сильным и косматым излучающим одновременно мороз и тепло и голос его густой и глубокий окутал меня словно дым праздничного костра сестра говорила с хозяином замка иначе иначе чем с другими взрослыми звонка беззаботны словно он был ее ровесником голос кстати как у того кто озвучил half-life 2 знакомый голос озвучки не знаю если кто знает напишите в комментах я не помню кто это а кто ленился и грустил пускай он дедушку простит лентяем и грустяем конфет не запасаем и о том знаю он обвел нас с пристальным взглядом маска деда мороза скрывала настоящее лицо все это время я молчал и смотрел мой взгляд будто примес к старику я мог принять живущих в лесу детей фантастические прыжки до луны но дед мороз в стенам замки ашрашил настолько что я лишился дара речь меня для вас его огромной руке появился мешок в нос ударил запах какао халвы и мандаринов спасибо но мы уже ели конфеты дед мороз поглядел на меня внимательно разве то конфеты были так одно название вот у меня конфеты волшебный прямиком из небыляндии привезенные сразу бы вам их дал заслужили но есть правило какие адовно вам три дедушкины загадки отгадать попробуйте а ну давай я не успел раз лепить присохшие губы слушайте первую это кстати не этот не харон или как его который отец дед полина живут машины и хранятся гараж с посмотрел по сторонам на детей в масках они замерли в углах но на их тенях плясали на стенах вести не писали на стенах что-то тихо гудело я подумал пробея это ворчит их желудок мне это не нравится нет 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 мама весь день ходит как тени посудой гремит на всех шипит посудой гремит на всех шипит я вопросительно скинул бровь мама мама оля протянула ручку еще кошка посудой гремит остался не загадка а он тип типа кошка скидывает посуду а я тоже просто подумал что мама думаю ничего себе он его историю почитал только вот незадача ребятушки запамятовал я о чем же была эта загадка она вспоминает дед мне кажется внутри этого мешка такаши которая получилась искать ряженые дети с гопотом и топотом окружили нас со всех сторон чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе смотрю напоминающим пляску моего окна в ту зло полученную ночь дед мороз засмеялся довольный мне страшно я не знаю я ему не доверяю мне кажется дед мороз что-то не то он высыпал из багрового мешка гору угощений каких я раньше не видел даже в рекламе не кирсу мелкий выхает до сникерс я не знаю есть тут твикс мне твикс больше нравится мандаринка орешки по моему на прикольно твикс ахаха есть киндер киндер это что еще это не этот грейпфрут или чё это банан еще семки по и риски точно есть ля сколько всего это по моему темп сики леденцы размером с кулак и мандарин размером солдину голову это этот ну так грейпфрут вроде а еще сникерс и марс и баунтики на сюрпризы которые мне мы так давно не пробовали я ведь я рукавами выступающие слезы радости когда мой внутренний голос убедил меня бросить все сомнения именно этого я хотел для себя и сестры я не верю что-то я я не знаю мне что-то подсказывает что это неправда все здесь какая-то подстава и кстати нужно уже заканчивать серию какая подстава мы узнаем следующей серии всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока подпишись поставь лайк прокомментируй оставь свой обязательно комментарий потому что это поддерживает автора выпускать новые ролики а всем удачи всем пока